Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о профилактике ЗППП или заболевания, передаваемым половым путем азитромицином. Азитромицин представляет из себя антибиотик, который выпускается, как и видит, в дженериков. Вот, например, азитромицин отечественного производства фирмы Азон и в виде одного из официальных препаратов, таких как Сумамет. Выпускается он в виде капсул по 250 мг, либо таблеточек по 0,5 или 500 мг. Соответственно, если говорить о применении азитромицином для профилактики ЗППП, сейчас этот препарат применяется, наверное, уже лет 12-15 в практике, как для лечения, так и частично для профилактики. И если говорить о профилактике половых инфекций, то он может применяться против профилактики 2-3 инфекций из 20. Почему? Ну, например, возьмем половой герпес, он на него не действует. Возьмем ту же самую трихомонад, он на нее не действует и так далее. То есть на большинство инфекций данный препарат азитромицин не действует. Однако он может применяться в комплексной профилактике ЗППП. Каким образом это происходит? Если вы приходите на врачебную профилактику, то, соответственно, вам первое делают обработку мочеполовых органов, ну, например, специальными медицинскими растворами. Это ни в коем случае не хлорокосидин, или, наверное, другие несколько. Например, колорвол, протарвол и так далее. Второе. Вам делают укорчики. Ну, например, к примеру, то же самое бицилин, да? Азитромицин не профилактирует сифилис, а, мы такие же бицилин профилактируют. Азитромицин не профилактирует гонорею, а уколы профилактируют, и так далее. Соответственно вам делают необходимые уколы, это внутривенные, внутривышечные, однократно, и назначают на пару дней таблетки, в том числе однократно азитромицин. Поэтому, если говорить об азитромицине, то это является частью примерно одной десятой профилактики, если говорить о полном спектре как препаратов, так и действий врача. Поэтому выпить азитромицин, конечно, можно, но в том случае, если вы уверены, что, например, ваш партнер болен, например, хламидией или уреоплазмой, и то сейчас, к сожалению, вот спустя столько лет выяснилось, что устойчивость к азитромицину, хламидию, уреоплазму, микоплазму достигает порядка 30%. То есть, в 30% профилактика азитромицином ваша будет неэффективна практически вообще. Поэтому, если говорить азитромицине, да, в частности, я его как врач применяю в комплексной профилактике, это одно из десяти лекарств, которые получает пациент в виде инъекций, в виде, соответственно, таблеточек, ну, и в виде промываний тех полостей, которые осуществляли контакт с человеком, который мог вас чем-то сразить. Поэтому, ну, если, конечно, вы находитесь где-то в глухой тайге и у вас нет возможности пройти врачебную профилактику после случайного контакта, то здесь, конечно, лучше обработать мирамистином, да, как бы пропить, ну, пусть азитромицин, допустим, и, конечно, через 2-3 недели после этого события сдать анализы на половые инфекции, мазки и через месяц сдать кровь. Если все-таки вы находитесь в достаточно крупном городе, нам доступна врачебная профилактика, лучше, конечно, обратиться к грамотному венерологу, у которого, наверное, азитромицин будет только одной десятой части хорошей профилактики, которая, действительно, предотвратит вас от возможности заражения с заболеванием переданным половым путем. При необходимости проведения профилактики от ЗПВП обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. У нас будут приемы грамотные венерологи, которые в зависимости от времени контакта, типа контакта назначат вам правильную профилактику, которая обязательно предотвратит вам все ЗПВП. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»